Корабли И я боюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти. На полгода не пройдет и полгода, и я боюсь, чтобы снова уйти. Чтобы снова уйти на полгода, возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин, возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю в судьбе, я не верю в судьбе, а себе еще меньше возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю в судьбе, я не верю в судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, с бою, я, конечно, с бою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, есть в друзьях и мечтах, я, конечно, свою, я, конечно, свою, не пройдет ни по годам. Уродзин Владимирza Высоцкого, великого российского барда, поэт-эктора. Понад 30 лет минело уже от дня его смерти, но Высоцкий поврается до нас, так как заповедял в этой своей песенке в статках, поврается в своих версиях, в своих песенках, в фильмах. И сегодня я хотел бы запрецентовать песенки из разных окрасов творчества Владимира Высоцкого. И начнем от первых его песенок, от наивчесшего окраса. Это песенки стилизации под так называемый блатной фольклор, то есть фольклор из строительства криминального, пулсиадка, что можно так сказать, песенки винзинные, подворковые. Ничего странного, что молодой поэт zwróчивался до так контроверсийных тематов с точки зрения родственной моральности. Причем надо помнить, что в летах 60-х Звезды Родецкий только что отшел от великого террора сталинского. И сотни тысяч людей видели, что это связи с собственным опытом. По-затем, существовала такая мода в среде интеллигенции, мода на такие песенки. И еще я думаю, что человек в неволе, человек в позбавлении волности, человек в позаправе, это знаки архетипичные, которые проявляют себя в том или ином способе в зависимости от контекста, в котором выступают. И в этот способ песенка внеземная, которую спела интеллигтологиста, стает себя понекунд надзем интеллигтологического опора. Ну и, конечно, такие отношения не имеются милые виды, потому что в государствах тоталитарных, потому что такая метафора заменяет шекспировский целый мир является театром, целый мир является więзением. Ну и может, поэтому Владимир Высоцкий от рождения был нелубианным через влады радецкие. Влада удовольствовала Высоцкого с его непоправными богатерами и с этого титула им был очень много неприятности. Первая песенка, которую он написал, повстала в 1961 году. Это такая история милостная о милосте двух приятелах до одной девочки. Мы начали объяснить в способ наивный, простодушный, забавный, можно сказать. И только пару шекулок вздраться то, что богатерам этой песенки принадлежал бы полшвятка. В общем, то, что выразом милосте становится татуаж, например. И песенка, в общем, имеет такой титул «Татуаж», «Татуировка». Не делили мы тебя и не ласкали, А что любили, так это позади. Я в душе ношу твой светлый образ, Валя, А Алёша выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, Я тебя до крова помнить обещал, И сказал, я не забуду в жизни Валя, А я тем более мне, Лёша, отвечал. А теперь реши, кому из нас с ним хуже, И кому трудней, попробуй разбери, Ведь у него твой образ выколот снаружи, А у меня душа из голода снутри. И когда мне так уж тошно хоть на плаху, Пусть слова мои тебя не оскорбят, Я прошу, чтоб Лёша растягнул рубаху, И гляжу, гляжу часами на тебя. Но недавно мой товарищ, друг хороший, Он в виду мою искусством поборол, Он скопировал тебя с груди у Лёши, И на грудь мою твой профиль наколол. Знаю я, своих друзей чернить неловко, Но ты мне ближе и роднее от того, Что моя, верни, твоя татуировка Много лучше и красивше, чем его. Ведь моя, верни, твоя татуировка Много лучше и красивше, чем его. АПЛОДИСМЕНТЫ Бродский уповядал, вспоминал же Том Пюсенко в ей наибальше Нецензуральном варианте Барди любила Анна Ахматова. Пюсенко, бочит идул «Зараза». Что же ты, зараза, Бровь себе подбрила, И для чего надела, падла, Синий свой берет? И куда ты, стерва, Лыжи навострила? От меня не скроешь ты В наш клуб второй билет. Знаешь ты, что я Души к тебе не чаю, И для тебя готов я Днем и ночью воровать. Но в последнее время Что это замечаю, Что ты стала мне Слишком часто изменять. Если это Колька Или даже Славка, Супротив товарищей Не стану возражать. Но если это Витька С первой перья Славки, Я ж тебе ноги обломаю, Бог от душу мать. Рыжая шалава От тебя не скрою, Если ты и дальше будешь Свой берет носить. И я тебя не трону, Но в душе зарою, И прикажу залить цементом, Чтобы не разрыть. Но настанет лето, И ты еще вернешься, Ну а я себе такую бабу отхвачу, Что тогда ты стерва От зависти загнешься, Скажешь мне прости, А я плевать захочу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Бадачи творчества Высоцкого Подкрещают, что его песни Вчесные не налишат Бладного фольклора. Это стилизация, Потому что цехом Бандитских песенок Их налипна повага. Там все есть на поважне. А в текстах Высоцкого Те песенки, Аутентичные, Они позбавлены Дистансу И самоиронии. А в текстах Высоцкого Найважнейшим энергией Умор и ирония. То, что смеши, Это уже не то страшное. В правильных, блатных песенках Крэв лезь еще как сцебра И каждая земста Кончится с гонами. Но богатер песенки, Которую он сейчас захочет Защепить, Хочет земстить Свою неверную Коханцу, Али Хочет ее оголить на усо. Чтобы играть. У тебя глаза как нож, Если прямо ты взглянешь, Я забываю, кто я есть И где мой дом. Но если косо ты взглянешь, Как по сердцу полоснешь, Таким острым холодным Десаком. Я здоров, к чему скрывать, Я петаки могу ломать. Я недавно головой быка убил, Но с тобой жизнь коротать Не подковы разгибать, А убить тебя морально нету сил. Вспомни, был хоть разок, Чтоб я издом убег, Ну когда же надоест тебе гулять? С грабежа я прихожу, Язык за спину завожу И бежу тебя по городу шугать. Я все ноги исходил, Велосипед себе купил, Чтоб страданию облегчение было. Но налетел на самосвал И к Склифосовскому попал, Навестить меня ты даже не пришла. И хирург седой старик, Он весь обмяк и как-то сник, Он шесть суток мою рану зашивал. А когда кончился наркоз, Стало больно мне до слез, И для кого ж я своей жизнью рисковал? Ты не радуйся, змея, Скоро выпишут меня, А отобщу тебе тогда без всяких схем. Я тебе точно говорю, Остру бритву навострю И обрею тебе на голос всем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил Сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил А я все помню, я был не пьяный Когда ж я уходить решил? Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши Ведь слишком рано, когда ж я уходить решил, Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, Слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл, И как-то восемь, и как-то восемь. Иду с дружком, смотрю, стоя, они стояли молча в ряд, Они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, смотрю, стоя, они стояли молча в ряд, Они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, Ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, Ударил первым я тогда, как было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, Вполне серьезно. Мне кто-то на плечах повис, Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечах повис, Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За десять лет, один ответ В тюрьме есть тоже лазарет Я там валялся, я там валялся Врач резал вдоль и поперек Он мне сказал, держись, браток Он мне сказал, держись, браток И я держался Врач резал вдоль и поперек Он мне сказал, держись, браток Он мне сказал, держись, браток И я держался Разлука мигом пронеслась Она меня не дождалась Её прощаю, за всё прощаю. Её, конечно, я простил, а вот кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю. Её, конечно, я простил, а вот кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю. его становятся, принимают и аутентичное свидетельство эпохи тоталитаризма. Если кто из вас не знает, что означает лащня на бяло, вытлумасши. Лащня на бяло, это лащня, где источник тепла, или печь, отделения от места до кумпели, стены. Ну и можно кумать по-людски. Но лащня на черно. Камени с подгрываны на открытом окне, который выполняет целое помещение чарным дымом. И в этой песне, титулово «Лащня на бяло» есть символом нормального жития на больности, до которого повраться в охоте этой песне, которую много лет спелил в лаграх сталиновских, и в этой лащне-лащне о своем жизни, и успевает погодить себя за своим носом. Продобитый мне в баньку, хозяюшка, раскалю я себя, распалю. На пологе у самого краюшка Я сомненья в себе истреблю. Разомленья у небли личности, Ковш холодный и все позади, И наколка времен культа личностей Засмеет на левом груди. Продобитый мне в баньку по белому, Я от белого свету отвык. Угорю я и мне, угорела муха, Пар горячий развяжет пьесы. Сколько веры и лесу давали нам, Сколько пройдено горя и транс. А на левой груди профиль Сталина, А на правой маринка анфас. Эх, за веру свою беззаветную, Столько лет отдыхал я в браю, Променял я на жизнь беспросветную И сосветную глупость свою. Продоби, продоби ты мне баньку по белому, Я от белого свету отвык. Угорю я и мне, угорела муха, Пар горячий развяжет язык. Вспоминаю, как утречком раненько Брату крикнуть успел пособить, И меня два красивых охранника Повезли из Сибири в Сибирь. А потом на карьере втопили, Наглотавшись слезы и сердца. Ближе к сердцу кололи мы профили, Чтоб он слышал, как бьются сердца. Не топи, не топи ты мне баньку по белому, Я ж от белого свету отвык. Угорю я и мне, угорела муха, Пар горячий развяжет язык. И бог зналит от рассказа, Не то ж на льва, Пар мне мысли прогнал о туман. Из тумана холодного прошлого Погружаюсь в горячий туман. Заскучали мне мысли по девичку, Получилось я зря им клеймён. И хрящу я берёзовым венечком По наследних мрачных времён. Не топи, не топи, не топи, Не топи, не топи, Не топи ты мне баньку по белому, Я от белого свету отвык. Угорю я и мне, угорела муха, Пар горячий развяжет язык. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На преломе 1933-1904 года Высоцкий поволе отходит в своих песенках От бандыльской, винзенной тематицы. И именно тогда Повстает его первая песня о войне. Высоцкий, который подчас войны был малым детским В способ невытлумачальный Потафил так автентично и правдиво Оповедеть о выражениях, О характерах окресу военного, Что часто те, кто прошел войну, Кто в ней участвовал, Не могли уверять, Что эти песенки Застали написаны През молодого человека, А не их товарища брони. И теперь зашпевам Колька военных песенок И начнут песенки Под титулом Гробы с бюроами Братские могилы. О братских могилах не ставят крестов, И вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, И вечный огонь зажигает. Здесь раньше вставала земля на дыбы, А нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, Все судьбы единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, Горящие русские хаты, Горящий Смоленск и горящий Викстан, Горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, Сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, Разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, Разве от этого легче? АПЛОДИСМЕНТЫ Наступная песня носит титул «Песня о шпитале». Это встречающий монолог молодого журнала, Который на шпитальном дружке Не может погодить себя с тем, Что страдает ноги. Жил я с матерью и батей, На Арбате век бы так, А теперь я в медсанбате На кровати лезь в бинтах, Что нам слава, что нам клава, Медсестра и белый свет. Повер мой сосед, что справа, Тот, что слева, еще нет. И однажды, как в угаре, Тот сосед, что слева мне, Вдруг сказал, послушай, парень, У тебя ноги-то нет. Как же так, неправда, братцы? Он, наверное, пошутил. Мы отрежем только пальцы, Так мне доктор говорил. И сосед, который слева, Все смеялся, все шутил. Даже если ночью бредил, Все про ногу говорил. Издевался, мол, не встанешь, Не увидишь, мол, жены, Посмотрел бы ты, товарищ, На себя со стороны. Если б был я не калека, И слезал с кровати вниз. Я того, который слева, Просто глотку перегрыз. Умолял сестричку Клаву Показать, какой я стал. Был бы жив сосед, что справа, Он был правду мне сказал. Показать, какой я стал. Так. А остальная песенка носит титул «Тен, который не стрелял». Это еще один пример того, как Высоцки потери втилить в подшину своего бохателя и оповедить правдивую, психологически, неотентичную историю о том, как человек за каким-то выкроцением, подчас войны, стал перед плутоном экзекуцией, но прожил, потому что один из жоуниров не стрелял. В первой интерпретации эта песня, я так думаю, о том, что в каждой ситуации есть возможность выбора и один человек по траве сробить вели на пшеку от вратовой встречей на пучной векове. Тот, который не стрелял. Я вам мозги не путаю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру, из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то, чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир. Меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял, И взвод отлично вывыл приказ, но был один, который не стрелял. Судьба моя михая и давно наперекос, Однажды я сыкая, да был, да не донес. И особист Суэтин, неутомимый наш, Еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок. Подобрый, подшитый материал Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рукаву упала в пропасть дурацким взмахом плит, И залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жиль, зараза, тащите в медсанбат, Расстреливать два раза устал и не вилян. А врач потом все цокал языком, И, удивляясь, пули удалял. А я в бреду беседовал тайком С тем пареньком, который не стрелял. Я раный, как собака, лисала не лечил, В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил меня влюбленный весь слабый женский пол. «Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол!» Наш полк геройствовал в Крыму, И я туда глюкозу посылал, Чтоб слаще было воевать ему, Кому, тому, который не стрелял. Я пил челк из блюдца, со спиртиком бывал, Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В наш полк определили, Мою, и сказал комбат, А что не дострелили, Так я, брат, даже рад, я тоже рад был. Да присед у меня, Я был белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, Буби в того, который не стрелял. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А теперь мы переходим к песенкам о более современной тематике. Искусственное место. Лето шестидесяти у бедного века были эпохой великих открытий науковых. В Звездском Радзецком на ламах газов точулись дискусии «Помiędzy нереками, а физиками», а в Театре на Таганце, где работал молодой Владимир Высоцкий, шедший в спектакль в г. вирсу Андрея Вознесенского с таким современным титулом «Антышиат». Песня, которую он сейчас зашпевал, вносит титул «Марш физиков» и эту песню Высоцкий написал специально для спектакля о научах, физиках, который был выставлен, но он не был реализован, не знаю, из какой причины. Высоцкий потом жартовал, что «правдоподобно» те данные, которые были в этой стуке были уточнены, а может обратно прожили. Но в каждом случае спектакля не было, но песенка осталась. «Марш физиков» Трупы еще в антимир не протоптаны, но как на фронте ржисты. Бомбаргируем мы ядра протонами, значит, мы квантеристы. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю густим жена из бутылки. Где с нас плотились коварные атомы? Ну-ка, попробуй, прорвисты. Живо по коням, в погоню за квантами, значит, мы квантеристы. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю густим жена без бутылки. Пусть не поймаешь интрино за бороду и не посадишь в пропирку, Но было бы здорово, чтоб банты порвало, взял покрепче за шнурку. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю густим жена из бутылки. Жидкие, твердые, газообразные, просто, понятно, вольготно. А с этой плазмой дойдешь до маразма, и это довольно почетно. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю густим жена из бутылки. Молодая селена, древность в историю, дряхлость в архивах плица. Даешь эту общую, эту теорию элементарных частей знам. Нам тайны нераскрытые раскрыть пора, лежат без пользы тайны, как в копилке. Мы тайны эти с корнем вырвем у ядра, на волю густим жена из бутылки. Песня из бутылки. Тематы научные, наветно научно-фантастические, с часто в творчестве Владимира Высоцкого. Прикладом этого может служить песенка под титулом Песенка, або марш космичный хуотов. Ценичные художники этой песенки, без троска мкнула через творца космоса и киши, что на скуток парадокса часопрестренного Эйнштейна на Земле уже минало сотни лет и там уже все так все изменяло, что не мало ни бедных, ни богатых, ни плацов, ни więзей. И там уже не мало чего себя обадить. Марш космических негодяев Марш космических негодяев Марш космических негодяев Если верить роскостям ученых-чудаков, ведь когда вернемся мы по всем по их законам, на Земле пройдет семьсот веков. Кто-то и смеяться отчего, на Земле бояться нечего, на Земле нет души тюрем и творцов. На Бога уповали не бедного, но теперь узнали нет его, ты не признан и вовек не Бог. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНARRY АПЛОДИСМЕНТЫ А с설esome Иисус которые XVII принципи просто условныções АПЛОДИСМЕНТЫ И это оказывается, что там цивилизация уже до этого, эмансyпация, разные поступовые рухи, до того, что женщины уже не хотят уничтожить с младшизнами, а размножаются через панчкование. Ну и вот, богатер есть шокованный и, вероятно, он уничтожил, что на скуток уже вспомненного парадокса Эйнштейна на земле тоже вспомнело, будь ли, лет и, возможно, что там тоже управляет панчкование. Я думаю, что эта песенка сейчас очень актуальна, потому что, ну, берусь, все родные рухи феминистические, гендер и поперания через ранды европейские, звезды хомосексуальны, так, что Морозовский могил рамзу и панчкование есть неуникненное. В далеком созвездии Таукита все стало для нас непонятно. Сигнал посылает, вы что это там? А нас посылают обратно. На Тауките живут в красоте, живут, между прочим, по-разному товарищи. Наши по-разному. Вот двигаясь по световому лучу, без помощи, но при посредстве, Я к Тау-Китаю той самой лечу, чтоб с ней разобраться на месте. На Тау-Кита чего-то не так? Там Тау-Китайская братья свихнулась по нашим понятиям. Пока у Сьяван на Биозе лежу, те Тау-Китя не буянят. Все реже я с ними на связь выхожу, уж очень они хулиганят. У Тау-Китов в алфаве тислов, немного их строй буржуазный, И юмор у них безобразный. Корабль посадил я, как собственный зад, слегка покривив отражатель, Я крикнул по Тау-Китянски, «Певат! Что значит по нашему страсти?» У Тау-Китян вся внешность обман, Тут с ними нельзя состязаться, То явятся, то растворятся. Не Тау-Китянин, как вам папуас, Мне вкратце об них намекнули, Я крикнул, галактики стыдно за вас, В ответ они чем-то мигнули. На Тау-Ките условия не те, Там нет атмосферы, там душно, Но Тау-Китян не радушны. В запаре я крикнул, и мать вашу, мол, Но кибернетический гид мой Настолько дословно меня перевел, Что мне за себя стало стыдно. Но Тау-Киты, такие скоты, Наверно, успели набраться, То явятся, то растворятся. Мы ж, братья, по полу кричу, Мужики, но что тут мой голос взорвался? Я Тау-Китянку схватил за грудки, А ну, говорю, признавайся, А нам не уйди, говорит, мол, мы впереди, Не хочем с мужчинами знаться, А будем теперь почковаться. Не помню, как поднял я свой звездолет, Лечу в настроении петейно, Земля ведь ушла лет на триста вперед По гнусной теории Эйнштейна, Что если там, как на Тау-Кита, Ужасно повысилось знание, Что если там почкование? Аплодисменты. Аплодисменты. Зрештą на нашей земле też pozostało jeszcze bardzo dużo загадок и таэнток, не трех лететь где-то там через творы космосу, на przykład культура, астара культура Индии. Дотыхчас задзиwя нас своими загадками и тажемницами, И вот один из таких загадок Сау йогини Которые потрафил Робить то, что zwyклему Смиртельникову, но даже не снил Я памятам, в летах 70 В детстве смотрел на такой Фильм документальный о йогинах И там фацет продатый В такой припасце Выпиял квас сиарковый, а потом Съедал шклянг Ну и właśnie Высоцкий в своей песенце о йогинах Шпела И муви влаще о таксам и мали Вельком с душом давком И руки Чем славится Иллийская культура Но скажем шива На горух глыкаст Еще артиста знаем Радж Капуга Из ташкасту йогов Странную вискаст Говорят, что раньше Йог мог Ни черта не бравшим рот Год А теперь они рекорд бьют Все едят и целый год бьют А что же мы? И мы не хуже многих Мы тоже можем Намного выпивать И бродят многочисленные йоги Их правда очень трудно распознать Ведь очень много может йог Штук Вот тот день недавно лег Вдруг Третий день уже летит В стыд Ну а йог себе лежит Спит Я знаю, что у них секретов много Я знаю, что у них секретов много Поговорить бы с йогом дед на дед Ведь даже яд не действует на йога На ядке у него иммунитет Под водой не дышит Час Раз Он не обидчив на слова Два Он если чует, что старик вдруг Скажет стоп и в тот же миг Друг Я попросил подвыбившего йога Он бритвы кости ел, как колбасу Послушай, друг, откройся мне, ей-богу В самую могилу тайну несу Был ответ на мой вопрос прост Но поссорились мы с ним в дыб Я бы мог открыть ответ тот Но йог вел хранить секрет Вот Наступная песенка тематически Есть немного связана с попседними Потому что в ней О знание с химуизмом Съявиско о реинкарнации Когда человек по смерти Отрадает себя в новом вцелении Но кто будет в новом жизни Песенка о переселении души Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса Кто ни во что не верит Даже черта нас во всем Хорошей религию Придумали индусы Что мы, отдав концы, не убираем Нас совсем стремилась ввысь Душа твоя Родишься вновь с мечтою А если жил ты, как свинья Останешься свиньёю Пусть коза смотрит на тебя Привыкни к украине Досадно, что ж родишься вновь На колкости гора А если видел смерть врага Ещё при этой жизни Другой тебе дарован Будет верный зоркий глаз Жить в себе Нормальненько Есть повод веселиться Ведь, может быть, в начальниках Душа твоя веселится Пускай живёшь и дворником Родишься вновь прорабом А после из прораба До министра дорастёшь Но если туп, как дерево Родишься паопапом И будешь паопапом тысячу лет Пока помрёшь досадно Попугаем жить Гаюкой с длинным веком Не лучше быть При жизни быть Приличным человеком Так кто есть кто И кто был кем Мы никогда не знаем С ума сошли генетики От ген и хромосом Быть может, тот облезлый кот Был раньше негодяем А этот милый человек Был раньше добрый пусон Я от восторга прыгаю Я обхожу из пусы Удобную религию Придумали индусы Ну и чтобы подсумовать Вонтек фантастичный, а Прежде всего науковый Хочу запрещеновать Песенку под титулом Товарищи ученики Раз Памятам праку на Плантации цебули То нужно было вышукивать Всюдь хвастов По такой высоте Ну и... Не знаю Те хвасты На правде Всесте науково-фантастичные Препущения прекращали Я не знаю Дотыхчас не знаю Что робили хлопи Чтобы выхудовать Такие хвасты Замясть цебули Ну и властью Бохатером этой песенки Которую хочу заспевать Есть один из таких Хлопов Который запрещен Науковцу Что в реваншу За помощь Взбиранию Земляков Хлопи Везмут Виды Лопаты Приедут До места И помогут Науковцам В розвязывании Взбиранию Взбиранию Проблемов науковых Товарищи ученые Товарищи ученые Доценты С кандидатами Замучились вы с иксами Запутались в нулях Сидите там Разлагаете Молекулы На атомы Забыв Что разлагается Картофель На полях Из гнили Да из плесени Бальзам извлечь Пытаетесь И корни Извлекаете По десять Раз на дню Ох вы там Да балуетесь Ох вы да Извлекаетесь Пока Змиваются Блесни Ведь картофель На корню Значит так Автобусом Да сходни Доезжают А там Рысой И не стонать Небось Картошку Все мы Уважаем Когда С сольцой Ее Навять Вы можете Прославиться Почти на всю Европу Боль С лопатами Проявитесь Здесь Твой Патриотизм А то Вы всем Кагалам Там Набросились На опухоль Собак Ножами Режете А это Патриотизм Товарищи Ученые Кончайте По ножовщину Бросайте Ваши Опыты Идрит И ангидрит Садитесь Патриотизм Товарищи Бросок Товарищи И ангидрит Бог с ними, с хромосомами. Мы славно поработали и славно отдохнём. Товарищи учёные, Эйнштейны драгоценные, Ньютоны ненаглядные, любимые до слёз. Ведь лягут в землю общую, останки наши бредные, Земле ей всё едино, аппетиты и навоз. Так приезжайте ж, милые, рядами колоннами, Хотя вы все там химики, и нет на вас креста. Но вы же ведь там задохнетесь, за синхрофазотронами, А здесь места триичные, воздушные места. Товарищи учёные, не сомневайтесь, милые, Коль что у вас не ладится, но там не тот эффект. Мы мигом к вам заявимся, с лопатами и сливами, Денёчек попумекаем и выбрали дефект. В 1936 на экране вышел фильм под титулом «Пион вертикали», В котором Высоцкий заграл другопланную роль, Но не то было важно, а было важно то, Что там забрзмяло несколько его песенок. И видзови нарезвтили на великом экране человека, На экране которого уже от кильку лет Он жил по целому краю. И теперь хочу заставить песенку С того фильма под титулом «Счет. Вершина». Здесь вам не ровно, здесь климат идут, Ведут лолины одноназад. И здесь за камнепаном ревет в камнепан, И можно свернуть, обрыв обогнуть, Но мы выбираем трудный путь, Опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, Но мы выбираем трудный путь, Опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, Тот сам себя не испытал, Пусть даже низом звезды хватал, С небес. Внизу не встретишь, как не тянись За всю свою счастливую жизнь Десятой доли таких красот и чудес. И не похож на монумент Тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем Сверхает днем вершина Изумрудным литом, которую Ты так не покорил. Как вечным огнем свергает днем вершина Изумрудным льдом, который ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, Никто не гибнет, зря так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, И непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск, И непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, ад не зимает, И здесь навезение не hospitals, Горах ненадежны ни камень, ни лед, ни скала, Надеемся только на крепость рук, На руки трубой вбитой крюк, И молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, На руки трубой вбитой крюк, И молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рули в ступени ни шага назад, И от напряжения колени дрожат, И сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастливый нем, И только немного завидываешь тем другим, У которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастливый нем, И только немного завидываешь тем другим, У которых вершина еще впереди. И еще один темат, который занимает важное место не только в творчестве Владимира Высоцкого, а также в целой истории русской песенки авторской, хоть и о романтике море, о бялех жаглях, о шуму фар, о дважных марынарах. Выстарczy вспомнить, что прегурсором и своего рода химном руху Бартасского сталася песенка под титулом «Бригантына». Теперь зашпевам песенку «Человек за буртом», которая Высоцкий противостает морский кодекс «Брэкстора» Канадыр, которые выросли в руках, который выросли в буртом, «Брэкстора» противостает властью кодекс. Тема, так, этой обоименности, которая często встречается на роде, вообок судзего нессчастья. Человек за буртом. Брэкстора Канадырвали коржу с рук, И якорная цепь визжала чёртом, Пел я не в песню грубую вдруг. Раздался голос, человек с заботом, И сразу полный назад стоп машина. На ладу шлюпки помочь, Вытащить сутина сына, Или там сутина дочь. Я пожалел, что обречён шагать, По суше, значит, мне не ждать подмоги. Никто меня не бросится спасать, И не объявит шлюпочной тревоги. А скажут полный вперёд, ветер в спину, Будем в борту по часам. Так ему, сукину сыну, Пусть выбирается сам. И мой корабль от меня уйдёт, На нём должны быть люди выше сорта. Вперёд смотрящий смотрит лишь вперёд, Ему плевать, что человек за бортом. Я вижу, мимо суда проплывают, Ждёт их приветливый порт. Мало ли кто упадает С главной дороги за борт? Пусть в море меня вынесет, Отдал. Гуляет ветер вверх и вниз по гамме, За мною спустит шлюпку капитан, И обрету я почву под ногами. Они зацелят меня за одежду, Значит, падать одетому плюс. В шлюпочный борт, как в надежду, Мёртвой хваткой вцеплюсь. Я на борту курс прежний, прежний путь, Мне тянут руки, души, папиросы. И я уверен, если что-нибудь, Мне просят в круг спасательные матросы. Правда, скачкой у них перебортом Штормы от вах не вздохнуть, Но человеку за бортом Здесь не дадут утонуть. Дякую. Цикл песенек о спорте Становит спором 6 доробку Высоцкого. Сам поэта жартовал, Что хочет добавить Илость этих песенек до 49, Згодно с илостью Дисциплин спортовых СПОТОЛОТОЛОТКО. Единой легальной ГРЫ ХАЗАРДОВЫЙ В ЗВУ РАДЦИСКИМ. Защпевам две спортовые песенки. Первая носит титул, Другий титул, Мусу его прочитать, Бо на память не знаю, Че потратим. Песенка о лыжвияжу Панчинище, Кроткодистансовцу, Которого змушено Побец на долгий дистанс, А он в сумме Тего не хотел. Така друга назва. Я хочу, навязан mówiąc, Хвит з тими такими Другими названиями Песенок В ЗВУ РАДЦИСКИЙ ЗАПОЖИЧАЛ СВОЕГО СТАРШЕГО ПРИЯЦЕЛЯ, БАРТА МИХАИЛА ЧАРОВА, КТОРЕГО ЧЕНСТО НАЗЫВАЛ СВОЕМ НАУЧИЧЕЛЯМ. Ну, чуж, Бохатер ТЕЙ ПЕСЕНКИ ЗАВАЛЯЛ СПРАВА И ЗОСТАЛ УРЮЦОНЫЙ ЗЕСТАДИОНУ, АЛЕ ВКРУЦСЕ, ЗАМЯСТ ЛЫЖВЯРСТВА ЗАЧАЛ УПРАВИТЬ БОКС, ЗАПАСЫ, И НАДЛЯ ВШИСЦЕ ЗАРУБИЛИЩЕ БАРТУК, ЖЕЧНИГО ПОД СНЕГУ, И НАБЫТ БУЛЫЙ ТРАНЕР. ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ И ВСЕГО ОДИН ЗАБЕК ОСТАЛСЯ В ЭТО ВРЕМЯ НАШ БЕС ПУДНИКОВ АЛЕК ЗАЗНАЛСЯ Я, ГРЕН, БОЛЕН, БИЛЮТЕНЮ НЕТУ СИЛ И СГИНУЛ. Вот Наш ТРЕНЕР МЕНЕ ТОГДА И ПРЕДЛОЖИЛ, БЕГИ, МОЛ, ТА Я Ж НА ДЛИННОЙ НА ДИСТАНЦИИ ПОМРУ, НЕ ОХНУ, ПРОБЕГУ, БЫТЬ МОЖЕТ, ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ КРУГ, И СДОХНУ. НО СУРОВА ЭТОК ТРЕНЕР МНЕ, МОЛ, НАДО, ФЕДЯ, ГЛАВНОЕ ДЕЛО, ЧТОБЫ ВОЛЯ, ГРЕН, БЫЛА, К ПОМЕДЕ. ВОЛЯ, ВОЛЯ, ИСКЛЕСИЛ НЕ В ПРОВОРОТ, А Я УВЛЁКСЯ, Я НА ДЕСЯТЬ ТЫЧ РВАНУ, КАК НА ПЯТСОТ, И СПЕКСЯ, ПОДВЕЛА МЕНЯ, ВИТЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛ, ДЫХАЛКА, ПРОБЕЖАЛ ВСЕГО ДВА КРУГА, И УПАЛ, А ЖАЛКА, И НАШ ТРЕНЕР, ЭКС-И ВИЦЕ-ЧЕМПИОН, ОРУДА, НЕ ПУСКАТЬ МЕНЯ, ВЕЛЕЛ НА СТАДИОН, И УДА, ВЕДЬ ВЧЕРА МЫ ТОЛЬКО БРАЛИ СНИМ С ТОСКИ, По банке, а сегодня он кричит Меняй-ка идти на санке Жалко тренера, он тренер неплохой Ну и бог с ним Я ведь нынче занимаюсь и борьбой, и боксом Не милил больше я на счет на свой сомнений Все вдруг стали очень вежливы со мной И тренер Следующая песня носит титул Песенка «Омьотачу мотам» И хоть у него тоже был коваль, Который завси може зашучить свой мот какнайдарий Тераз робит то, как спортовец И жуцать мот, но не за большого мотовы хочет Я раззудил плечо трибуны Саммерли Молчание в ожидании храня Эх, что мне мой соперник Джонс Лекранер Я все равно рекорд Уже в паркармане у меня Замотано, заказано, заколото Мне кажется, я следом полечу Но мне нельзя, ведь я метатель молота Приказано, ведь таки я мечу Эх, жаль, что я мечу икру в Италии Я б дома кинул Молот без труда Ужасно далеко Куда подали И лучше, если б раз и навсегда Я был гузнец, ковал на наковальне Я сжимал свой молот И всегда мечтал Забросить бы его куда подали Чтобы никто его не отыскал Я против восхищения повального Но я надеюсь, года не пройдет Я все же зашвырну в такую тарелу Что и судья сыщенька не найдет А вот сейчас, как все и ожидали И я опять его метнул себе во вред Ужасно далеко, ну куда ждали Так в чем успеха моего секрета? Сейчас кругом корреспонденты бесятся Мне помогли им, отвечаю я Подняться по крутой спортивной лестнице Мой коллектив, мой тренер и семья Аплодисменты Ну а теперь Вратцами Вратцами до краины фантазии То значит до свято Баи Высокий, как мистец пародии Вратцами Вратцами появляется Вратцами Вратцами Где все тихо и складно Вратцами Вратцами На полу лежали люди и шкуры Вратцами 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 «Словян» был злым духом, демоном зла. Прословянская название «без» означает поводомцы страх, преражение. Ваши референды и песенки звучат как «страшная жуть», или «страшливый страх». В заповедных хитрин, в диких муромских лесах всякая нечисть бродит тучей и напроявшихся их страх. Боят-боят, что твои упокойники, если есть там соловьи, то разбойники страшно, аж жуть. В заколдованных болотах там и киморы живут, за щебочутые поты и на дно волокут. Будь ты пеший, будь ты конный, за гроба стоют, а уж лешие так по лесу и шастают. Страшно, аж жуть. А мужик-любец и воин попадал в дремучий лес, кто зачем, кто с перебоев, а кто с дуру в чащу лес. По причине попадали, без причины ли, только всех их и видали, будь то сгинули. Страшно, аж жуть. Из заморского излез, где и вовсе сущий ад, где такие злые бесы чуть друг друга не едят. Чтоб творить им совместное зло потом, поделився, приехали опытом. Страшно, аж жуть. Соловей-разбойник-главник им устроил буйный пир, от них был змей трехглавный и слуга его вампир. Били зелья в черепах, ели пульники, танцевали на гробах, богохульники. Страшно, аж жуть. Змей-горымич влез на древанку, раскачивать его. Выводи, разбойник-дева, пусть покажут кое-чего, пусть нам лешили по пляжу, по мою. А не то я, матерь, вашу в сердце гною. Страшно, аж жуть. Все взглядели, как ведьмени, натерпелись сколько лет. Ведьмы мы, али не ведьмы, патриотки, али нет. Ишь ты на люберь мы клещ, отоварился, а еще на наших женщин позарился. Страшно, жуть. Соловей-разбойник тоже был, не только лыков шит. Гигнул, свистнул, крикнул, рожа гад заморский паразит. Убирайся без бою, матывай, и вампира с собою прихватывай. Страшно, аж жуть. А вот теперь все в мире, в каком-то прежние дела, Двилась нечисть грудью в груди, друг друга извела. Прекратился навек безобразие. Ходит в лес человек безбоязненно, И не страшно, чуть. Аплодисменты. 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 Двиза. Аплодисменты. Аплодисменты. Двиза. Аплодисменты. Чисто Eastern��. Аплодисменты. 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 Взял, открыл, вдруг оттуда вылезло Что-то непотребное, может быть, зеленый смей, а может, крокодил Ну, если я чего решил, я выпил обязательно А к этим шуткам отношусь очень отрицательно А ну зеленая, вонючая, противная Прыгала по комнате, ходила ходуном А потом послышалось пение заунывное И видение оказалось грубым мужиком Ну, если я чего решил, я выпил обязательно Но к этим шуткам отношусь очень отрицательно Ведь если бы было у меня времени, хотя бы час Я бы дворников послал с мёдлами, а тут Вспомнил детский детектив, старика Хатабыча И спросил, товарищ Ибн, как тебя зовут? Ведь если я чего решил, я выпил обязательно А к этим шуткам отношусь очень отрицательно Так что хитрость говорю, брось свою Иудину Прямо, значит, отвечай, кто тебя послал И кто загнал тебя сюда, в винную посудину От кого скрывался ты и чего скрывал Тут мужик поклоны бьёт, отвечает вежливо Я не вор и не шпион, я вообще-то дух И за свободу за мою захотите, ежели вы И забью за вас любого, можно даже духа Тут я понял, это ж джин, он ведь может многое Он же может мне сказать в раз озолочу Ваше предложение, говорю убогое Морды будем после бить, а сейчас вина хочу Ну а после чудеса, мне по такому случаю Я до небес дворец хочу, ты на то и без А он мне, мы таким делам, говорит, вовсе не обучены И кроме мордобития никаких чудес Врёшь кричу, шаришь кричу, но и дух в амбицию Стукнул раз, специалист, видно по нему Я, конечно, побежал и позвонил в милицию Убивают, говорю, прямо на дому Вот они подъехали, показали аспину Супротив милиции, он ничего не смог Вывели болезного, руки ему за спину И с размаху кинули в чёрный воронок Что с ним стало? Может быть, он в тюряде мается Чем в бутылке, так лучше уж в бутылке посидеть Ну а может он теперь боксом занимается Если будет выступать, я пойду смотреть Супротив милиции Супротив милиции Фабула следующей песенки Знана из старорусской кроники Повещь минюционных лет В которой говорит о незвыцинном ксинчо Олегу Которому предположено, что сгиняло своего любимого коня Олег не приказывал этой приповеднии. Казал усунуть этого коня, он не был где-то как-найдали. И по летам, когда конь уже смерл, знал его щонки и из чашки коня выползла жмия, уронила, кончила этого княча и так зыщилася пророкство. До этой легенды возвращался Александр Пушкин в своем версии «Песня о Вершчем Олегу». Но Высоцкий в своей подпесенце пародии о том самом титуле оповиада эту историю по-своему немножечко. Песня о Вершчем Олег Песня о Вершчем Олеге Песня о Вершчем Олеге Песня о Вершчем Олеге Песня о Вершчем Ове Человеке Песня о Вершчем Олеге Песня о Вершчем О gevчемs Песня о Вершчем О grabs Он смерть от коня Своего. А вот он, мой конь, На века опочил, Один только череп Остался. Олег приспокойно Стопу возложил, И тут же на месте скончался. Злая Катюка пусила его, И стримил он смерть От коня Своего. Каждый волхвов Покарать на рейт, А нет бы послушаться, правда? Олег бы послушал И еще в этот щит Прибил бы к вратам Царитрата. Волхвыд вот сказали Встал из сего, Что примет он смерть От коня Своего. Ну и Шнемович о пародиях, Министром, которых был Владимир Высоцкий, То Высоцкий И черпал помысли На ней, не только С фольклору, С литературы Классичной, А ровно же За взрослых Медиов. В летах 60-х и 70-х В Зв. Радзецком Очень популярны Были Криминали Шпиговские, Фильмовые, Криминали, В которых Агенции В руке его Вывиаду Завси Были Показывания Безрадней Кретині, Натомяст Чекищи Контрвыгадовцы Яку правдиві Бохадару Ну і коли Написэнка Носі влащні Так і титул Пародія Токи Пскєгу Криминалу Опасайсясь Контрразвідки Ізбігай Жизни Светської Под английським Псевдонимом Містер Джон Ланкастервік Вечно В кожаных Перчатках Чтоб не Делать Отпечатков Жил Гостинице Советський Несоветський Человек Джон Ланкастерв В одиночку Преимущественна Ночью Чем-то щелкал В чём-то спрятан Инфракрасный Об'єктив А потом В нормальном свете Представало В чёрном свете То, что ценим Мы и любим Чем гордиться Коллектив Клуб на улице Нагорной Стал Общественной Уборной Наш родной Центральный рынок Превратился В грязный склад Искажённый Микроплёнкой Гум Стал маленькой Избёнкой И уж вспомнить Неприлично Чем предстал Театр Хан Но работать Без подручных Может грустно А может скучно Враг подумал Враг был Дока Написал Фиктивный чек И где-то В дебрях Ресторана Гражданина Епифана Спил с пути И спонталык А потом Про этот Про этот Случай Раструбят По небеси И ещё Наденьтесь Свежим И на выставке В манеже К вам Приблизится Мужчина С чемоданом Скажет он Не хотите ли Черешни Ну вы ответите Конечно Он вам даст Потом с ревчаткой Принесёте Мне потом А за это Друг мой Пьяный Говорил Епифан Будут деньги Дом в Чикаго Много Женщины Машины Враг Не ведал Дурачина Тот Кого Всё Поручил Был Чекист Майор Разведки И прекрасный Семьяни Да До этих Штучек Мастер Этот Самый Джон Ланкастер Но Жестоко Просчитался Преславный Мистер Дель А без Урежен Он И даже Он Пострижен И посажен А в гостинице Советской Поселился Мирный Крик А сейчас Хотел бы Звучить До темата Который Принаймне В наших Стояльских Стронах Завси был Зрюдвем Жартов Довчипов Мам на мысли Пьянство Как Застало Записано В уже Вспомненной Кронике Повесть Миноних Лат Кс. Владимир Велкий Выбираясь Религию Пајствову Зрезыгновал З Инных Вызнањ На Реж Христијство Понимаш Не было Разбит Регурстичное В стосунку До Стожица Алькохолу И Отбавяясь Музульманам Пријтие Исламу Рекомо Поведзял Для Руси Пице Йест Веселем Не Можемо Без Тего Быть Зрешто В Бо До Конца Жице Змагал Ще З Хором Алькохолёвам Темнеј Позволю Собе Выкладать Кілька Жандобливых Пёсенек Йокон Атентент Перша Перша Пёсенце Богатар Пёсенки Жебы Не пич Самэму Самотнощи Пиес Дьявла Песня Прочёрп У меня Забой От одиночества По ночам Я слышу Голоса Слышу Друг Зовут Меня По отчеству Глянул Чёрт Вот это Чудеса Чёрный Корчур Рожей Моргал А я Ему Тихонечко Сказал Я Прот Коньяком Напился Вот уж как Но ты Наверно Пьёшь Тина Дуран Слушай Чёрт Чертяка Чёртик Чёртушка Сядь Со мной Я Очень Буду Ран Да Неужели Чёрт Возьми Ты Трус Вслед Свеча А то Перекрещусь Чёрт Сказал Что он Знаком С Борисовым Это Наш Забойный Управдон Чёрт За лоб И щёки Хлеб Убисывал Презгов Презгов Не стал Ни Коньяком Кончился Коньяк Не пропадёт Съездим К трём Вокзалам И возьмём Я Уснул К вокзалам Чёрт Мой Съездил Сам Просыпаюсь Снова Чёрт Боюсь То ли Он По новой Мне Пригрезился Или Это Я Ему Кажусь Чёрт Ругнулся Матом А потом Взыловаться Лес Смел Хвостом Насмеялся Я Над Ним До Коликов И Спросил Как Там У вас В аду Отношения К нашим Алкоголикам Говорят Их Жарят На Спирту Чёрт Опять Ругнулся И Сказал И Там Не Тот Товарищ Правит Пал Всё Кончилось Светлее Стало В комнате Чёрта Я Хотела Похмелять Но Растворился Чёрт Как будто В омуте Я Всё Жду Когда Придёт Опять Я Не То Чтоб Чёрт Ну ты Как Омут Но Лучше С чёртом Чем С Самим Собой Ещё Чёстно Так Было Że Обудзи Человек Рано На Чяжким Каком И не Может Собой Препомнить Где Был И Что Робил Попрежнему Wieczору А Як Już Препомни То Chce Mu Się Alбо Умрыть Alбо Zapaść Cię Pod Ziemi Ze Wstydu Tak Właśnie Tak Jak Bohater Następnej Piosenki Ох Где Был Я Вчера Ох Где Был Я Вчера Не Найду Хоть Убей Только Помню Что Стены Собоями Помню Клавка Была И Подруга При Ней Целовался На Кухне Собоями А На Утро Я Встал Мне Давай Сообща Что Хозяйку Ругал Всех Хотел Застращать Что Я Голым Скакал Что Я Песни Орал Отец Говорит У Меня Генерал А Потом Рвал Рубаху И Бил Себя В Грудь Говорил Будто Все Меня Продали И Гостям Говорят Не Давал Продохнуть Да Немал Их Плотными Аккордами А Потом Кончил Пить Потому Что Устал Начал Пол Крушить Благородный Хрусталь Лил На стены Вино А кофейный Сервис Растворившее Окно Просто Выбросил Вниз И мне Не могли Даже Слово Сказать Но Но Потом Потихоньку Оправились Навалились Гурьбой Стали Руки Вязать А Потом Уже Все Позабавились Кто Плевал Мне В лицо А Кто Водку Леп В рот А Какой-то Танцор Бил Ногами В живот А Молодая Дава Верность Мужу Храня Ведь Живем Однов Пожалела Меня И Бледнел Я На Кухне Разбитым Лицом Делал Вид Что Пошел На Попятную Развяжите Кричал Да И Дело С Концом Развязали Но Вилки Попрятали Тут Вообще Началось Не Обижешь Словах И Откуда Взялось Столько Силы В Руках Я Как Ранен Незверь Напоследок Чудил Выбил Окна И Дверь И Балкон Уронил Ох Не Был Я Вчера Не Найду К Нем С Огнем Только Помню Что Стены С Обоями И Осталось Лицо И Попои На Нем И Куда Ж Теперь Выйти С Попоями Если Правда Оно Ну Хотя Бы На Треть Остается Одно Просто Лечь Помереть Хорошо Что Вдала Все Смогла Бережить Пожалела Меня И Взяла К себе Жить Титул Настепной Песенки Сматрин На Польский Можно Преоложить Как З Слюбин В Способ Bardzo Атентичный Высоцкий В ней Описал Такие Вейские Вейскую Уроцистность Где През Слюбом Родицы Пана Молода Запрашают На Жеченого З Ему Родицами Преодицами Кремними До Себе Чтобы Ближе Познать Заприязнить Чего Погадать Но Зазвучая В В Форме Хучной Липации За Вшескими Выникаем Сами Спутками Песен Песен Песенка Смотри Песен Песенка 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 Песен 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 Песенка Преодицами И я пошел, попил, поил, не помягчало. И посреди этого разгула Я пошептал на ухо жениху. И жениха как будто ветром сдуло. Невеста вся рыдает наверху. Сосед орет, что он народ, Что основной закон блюдет. Мол, кто не ест, тот и не пьет. И выпил, кстати. Все сразу повскакали с мест, Но тут малек с поправкой влез. Кто не работает, не ест. Ты спутал, батя. А я сидел за сальной утрешкой, Чтоб завтра гнать похмелеваю В обнимочку с обшарпанной гармошкой. Меня не пригласили за нее. Сосед другую литру съел И осавел, и обсавел. Он захотел, чтоб я попел. Зря, что льва или? Меня схватили за вага Два здоровенных мужика И край, говорят, пасту домой, Пока не удавили. Уже дошло веселье до точки. Уже невеста брагу пьет тайком. Я запел на светлые ленечки, Когда служил на почте ямщиком. На утро там всегда покой, И хлебный мякиш за щепой, И без похмелья перебой еды навалом. Никто не лается в сердцах, Собачка мается в сердцах, И печка в синих изразцах, И спондувала. А у меня и в ясную погоду Хмарь на душе, которая горит, Хлеба Илья колодецную в воду, Чью гармошку, а жена горит. И сейчас песенка, Которую тематично Спасовала бы уместить В среду байек, Потому что в ней О пампиры, О такую ситуацию Незбыт приемную для богатера, И Та песенка носит Те же такой Другий титул, Мой погреб, Чили сен Бардо отважного человека. Натомяст, Так, как Чэнсто бывало у Высоцкьего, Та песенка Ма еще иный, Символичный вымя, Понява жище артисты Скутечне скраксали Вампиры Рожного родзая, От Пикнитарзи партийных, Попрыз Роженников, От культуры, Попрыз Зависных коллегов, Акторов, Аж до Профессиональных Поэтов, Литерат, Которые Зажитие Их чели Узнать Чемосовского Заправчивого Поэта. Писенка Мои похороны. Сон не снится, Вот тена, Гроб среди квартир, И на мои похороны, Съехались вампиры, И стали речи говорить, Все продолголетие, Все продолголетие, Кровь сосать, Решили покатить, Вкусная Третье. Вгруг Вогнали Кое-как, А самый Сильный Бурдал Все Втискивал И всовывал, И плотно Упал, Запел Сноту И сплевывал, И желтый Квыг Собровал. Очень Бойкий Умырек, Стукнул По колену, Подогнул И подшумок, Надкусил Мне вину, А умудренный Кровосос Встал Изголовья, И вдохновенно Произнес речь Про полнокровие И почетный Караул. Для приличия Сплакнул Нос, Чую взгляда В серию, На сонную Мою артерию, А если Кто проносит Артерию, Мне это Снак Расит Материю. Да Погодите, Спрячьте Крюк, Да Куда же К черту Вы, Ведь я же Слышу, Что вокруг. Значит, Я не Мертвый, Яду Капнули Вино, Но Мы Набросились, А поедите Меня Хотели, Но А Сыноволосились, А тот, Кто в зелье Губы Клал, Тот В самом Дух Утал, Но На Меня Как Рвотное, То Зелье Приворотное, Потому Что Здоровье У меня Добротное И Закусило Драву Плотное, Так Чего же Я Вижу Дурака Валяю, Что К примеру Не Зажжу, Их Не Напугаю, Да Я Б Их Мог Прогнать Давно Выходкою Смелою, Мне Б Взять Пошевелиться, Но Глупости Не Делаю, Безопасный Как Червянка Я Вижу, А Вурдалак Вон Со Стаканом Носится, Сейчас Старик Она Бросится, Еще Один На Шею Угостится, Ну Ган Он Меня Допросится, Кровожадного Пия Высунули Жалые Кровинушка Моя Болилась Бокал И Да Погодите Сам Налью, Знаю, Знаю, Вкусная На Типе Эти Крови Мои Кровососы Глусные, А Сам Мышцы Не Напряг И Не Попытался Сжать Кулак Потому Что Кто Не Напряг Тот Никогда Не Просыпается Тот Много Меньше Подвергается И Много Дольше Сохраняется Вот Мурашки По Спине Смертные Крадутся А Сегодня Вот Бы Мне Было Что Проснуться Что Сказать Чего Боюсь А Сны Не Тянутся До Того Что Я Проснусь А Они Останутся Подсед Одного Зе Своих Концерт Высоцкий Поведел Я Песенок Лиричных Не Спевам Не Было До До Конца Правда Доводом На То Слушать Дедаковану Марине Влади Песенка Под Титулем Дом С Крысшталу Кторую Высоцкий Написал В 1967 Р И Ктора Пóźniej Бзмяла В Фильме Господа Штайки Дом С Крыс Крыс Для Ней На Шчичи Скал На Лайксуху Сам Там Был Открыл Як Пес Сребро Жвудла Мое Ей Был Дал С Золоте Скарбе Мое И Всюстко Что Есть Если Я Могать Как Царь Бар Свой Крик Не Только Мне Ларь Блесну Мир Подводный И Надводный Свой Не Задумываясь Выплесну Дом Хрустальный На Горе Для Нее Сам Как Пес Как Роз Цепи Родники Мои Серебряные Золотые Мои Роз Цепи Родники Мои Серебряные Золотые Мои Роз Цепи Родники Петер Я Как Пес Один И В Дом Моем Шаром Кати Да Поможешь Ты Мне Господи И Не Даш Мне Жизнь Сколько Один Дом Хрустальный Нагрет Для Нью Сам Как Пес Вы Так И Роз Цепи Родники Мои Серебряные Золотые Мои Роз Цепи Родники Мои Серебряные Золотые Мои Роз Цепи Не Сравнил Бо Я Любую С Тобой Хоть Казни Меня Расстреливай Посмотри Как Я Любую С Тобой Как Мадонна Рафаэлевой Тоб Хрустальный Нагрет Для Нью Сам Как Пес Вы Так Роз Цепи Родники Мои Серебряные Золотые Мои Роз Цепи Родники Мои Серебряные Золотые Мои Роз Цепи Мои Спасибо большое. Ну и закончить наше сегодняшнее споткание хотел бы песенку, которая носит титул «До poetов и других». То есть это может не титул, просто на своих концертах Высоцкий так говорил, что я был только диндикован poetом и другим людям. В этой песенке Высоцкий доходил до внески, что жизнь правдивого поеты очень часто закончилась трагичной и предвческой. И выличит фатальные даты, цифры связанные со смертью великих поетов. И одновременно полемизирует со знаменитами разного рода теории нумерологичных этого рода и доходил до внески, уже, быть может, разом с окульным выдвужением все жития поэти ровнеж бендум жили дружи. Кто кончил жизнь трагически, тот истинный не понял, а если в точный срок так в полной мере, на цифре двадцать семь один шагок подписали, другой же в петлю слазил в ангалитере, а в тридцать три Христу он был поэт, он говорил, да не убей, убьешь пизде найду, но гвозди ему в руки, чтоб чего не натворил, и гвозди в лоб, чтоб ни о чем не думал. При цифре тридцать семь, меня в момент святая хмель, вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Мушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском на дуло, задержился на цифре тридцать семь, говорит Бог, вопрос ли Бром поставил или или, на этом рубеже и Пайрон, и Рэмбо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась, или перенесена, а в тридцать три распяли, но не сильно, а в тридцать восемь кровь, да что там кровь и седина, испачкала виски, не так обильно. Слово стреляться в пятки, мол, уже давно ушла душа, терпение психопаты и глигуши, в поэты ходят пятками по лезвию ножа, и режут в крови свои басы души. На стола двен на шее, в конце пришлось трие, укоротить поэта, вывод ясен. И нож в него, но счастливом висеть на острие, зарезали за то, что был опасен. Жалей вас, привержимся фатальных дат и цифр, томитесь, как положницы в гареме, срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время. Браво! Браво! Спасибо. 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 I jeszcze tylko jedna zapowiedź. 7 lutego na Czarnowijskiej, 93, scena Ata, odbędzie się kolejny recitel z cyklu 100 lat rosyjskiej poezji bardowskiej, w której właśnie zabrzmiało piosenki bardów, które pochodzą raczej z krainy rock muzyki. Czech bardów, rock bardów właśnie Aleksandra Grackiego, Andrzeja Makarewicza i Dorisa Krybicichowa. Zapraszam serdecznie. Do widzenia. Dziękuję bardzo.